Цель изначально была проводить экстремальные мероприятия, спортивные. Мы начинали с велогонок, потом подключились к ливдавингу. И пришли к идее, что надо развивать такой экстремальный туризм, потому что это нам близко, это нам интересно. И вот пришли в итоге к такому проекту Freeride, круглогодичные спортивно-туристические объекты в Крыму. То есть у нас есть четкое понимание развития такого экстремального активного туризма на территории Крыма. У нас была мечта с друзьями стать чемпионом мира, как у всех в детстве. Но как получается, недешевый вид спорта, велосипед 7 тысяч евро, поездки. До 8-го года до кризиса была команда, спонсоры нам платили зарплату, потом после кризиса спонсоры исчезли, начали за свой счет ездить. Получается, у нас условия идеальные, то есть можно проводить и чемпионаты мира, но никто этим не занимается. Ехать за границу, конкурировать, не напасешься денег. Решили как бы проводить здесь, чтобы к нам приезжали лучшие спортсмены, мы делились опытом, сами получали опыт. И как бы у себя дома же дешевле, грубо говоря, тренироваться, чем там. Начали пытаться просить проводить город, там никакого результата. Сказали, хотите проводить, берите на себя ответственность, надо юрлицо. Открыли юрлицо. Потом надо деньги, ищите деньги. Решили заниматься бизнесом. Оно одно из одного вот так выходило. То есть это поэтапно. Сначала просто проводить было желание. Потом заставили открывать какое-то юрлицо, что небезопасный вид спорта. Все в спорткомитете не захотели брать на себя ответственность. Говорят, открывайте на себя, сами несите ответственность, там же небезопасно. к этому пришли. Ну и потом, как наркотик, азарт, уже все. Уже интересно там развиваться. Ну, мы создали проект Крымия World Games. Это такая альтернативная игра доброй воли, Goodwill Games, когда-то была такая вещь. То есть хотим туда включать различные экстремальные виды спорта и именно делать международные мировые кубки свои. Вот. И мы перешли на Кубки мира по клевдайвингу, потому что спортсмены наши друзья еще с Украины. Мы проводили на ласточке прыжки. И вот два года подряд мы проводим Кубок мира по клевдайвингу. 12 стран, лучшие спортсмены планеты. Вот в этом году еще Кубок мира по бэк-дансу провели. То есть сейчас идем в таких альтернативных, интересных видов спорта, но не олимпийских. Потому что в олимпийских видах спорта федерация запрещает иностранцам приезжать. А так как такие популярные, которые только идут к олимпийским играм, ребята, у них нет никаких ограничений от федерации. И так как прыгунов порядка 35 на весь мир, то есть тяжело запретить. Да, вот, например, англичанин Гарри Хант, он 11-кратный чемпион мира. То есть, в принципе, ему федерация запрещала, он сказал, а кто вместо меня будет прыгать и выигрывает, в принципе. Сейчас как бы достроили свой скалодром, у нас скалолаз наш в олимпийской сборной по скалолазанию. То есть еще скалолазание интересно. Да, но еще какие-то дисциплины. Мы на самом деле, как бы, готовы в различных дисциплинах, но надо в каждом находить профессионала, потому что мы же там не на 100% разбираемся в том или ином виде спорта. То есть мы находим неравнодушных, желательно, с нашей страны. И подключаемся, развиваем. Ну, в этом году мы запустили подвесные мосты и зиплайны в новом свете на Судаке большой каньон, водопад Джур-Джур и скала Семьис. Так раскидали по ибука, по павильярным маршрутам, потому что не каждый доезжает до Петри, естественно. И не каждый успевает пройти ввиду тайминга экскурсий. Потому что там час на 20 человек, большая очередь. То есть в планах еще создать такую стеклянную тропу, как в небеса, как в Китае, но своеобразную. То есть мы как делаем? Понятно, что все уже выдумано. То есть очень сложно создать что-то новое. Мы смотрим, берем за основу что-то. Ну, видоизменяем, чтобы это было уникально. Чтобы, грубо говоря, не ехать во второй Китай или во второй скайпарк. Чтобы человек приезжал и говорил и такого еще нигде не видел. То есть мы берем за основу какие-то общие правила, там, да? Вертикальная скала, маршрут, стекло. Ну, например, делаем без перила и со страховкой. А у них без страховки, но с перилами. То есть такие. И есть идея вот от Петри сделать точкой притяжения и каменный лабиринт, и стеклянную смотровую интересную, и качель в бездну, такую громадную. То есть мы делаем так, чтобы всем было комфортно, потому что много людей просят что-то добавить, потому что приезжают сюда во многом еще многие ради этого, не только там на канатке подняться. Поэтому вот решили уже всех удовлетворить, как говорится, разработать все, что угодно. Потому что у нас своя проектная, мы уже сами проектируем, у нас своя строительная. То есть мы уже автономно за 9 лет научились вот сами разрабатывать, утверждать, создавать и устанавливать. То есть у нас полностью свой цикл замкнутый. Нет, делается естественно для людей, потому что мы сами как бы активный образ жизни ведем. То есть и очень интересно это все. Я понимаю, что людям, многим не хватает адреналина, и мы делаем, чтобы народу было интересно приезжать в Крым, и чтобы он говорил, что я хочу сюда приехать. Потому что люди же это не только те люди, которые приезжают туристы. То есть многие семьи Крыма живут за счет туризма. Это все знают. Чтобы люди приезжали в Крым, а не в другой какой-то курортный город, надо чем-то привлекать их. То есть например, задача Кубков Мира это якорное мероприятие. То есть мы понимаем, что человек, приехав на Кубок Мира, останется на неделю. То есть это и люди будут общепит работать, и гостиничный бизнес, и туристический бизнес. То есть такие объекты, человек приезжая на неделю, сразу в интернете гуглит, чтобы он мог посетить. Если люди приезжают на экстремальные мероприятия, естественно, они активно отдых любят. Они видят наши объекты, у них есть карты, у них есть понимание, они знают, чем себя занять столько-то дней. То есть помимо того, что мы делаем хорошую сферу услуг в кластере туризма, мы же еще даем рабочие места и делаем пассивный доход другим направлениям. Общий ПИД, трансфер. То есть это все взаимосоставляющие. Уже модель бизнеса такого успешного и в мире, и в России, и в Москве особенно, перестроилась. Вы же видели, что в Москве все сетевое. То есть должна быть сеть, потому что человеку должно быть комфортно бренд видеть. Он знает, что если здесь ему понравилось, то так похожие объекты или абсолютно другие, но с таким же брендом, ему комфортно и в другой стране. Поэтому мы стремимся не захватить все города и быть монополистами, а сделать просто хороший, качественный продукт, не важно, где мы будем находиться, и не важно, работает Дима или Коля. То есть все профессионалы должны быть, все должны уметь. То есть мы хотим, чтобы максимально турист, например, активный, вот кого мы хотим эту нишу занять, был доволен нашим сферам услуг. Мы хотим создавать экскрин-туры, где вы покупаете билет, туда входят и каяки, и, например, завтрак или обед, ну, где-то на диком пляже, куда вы доплываете, где стоит шеф-повар, готовит что-то необычное, вот прям рапан или миди, ну, то есть необычно, не просто кафе какое-то. То есть чтобы это была такая интересная история. Если мы едем в лес, да, мы идем по какому-то сложному маршруту, доезжаем, может быть, на квадроциклах, и там большая беседка, где тебе готовят шашлык из баранины, чай, там, трава, дегустация чаев. То есть, ну, это прям в лесу, в беседке, и тебя там ждут, то есть это было как-то уникально. То есть вот идея такая. И мы сейчас разрабатываем с Минтуризма, с Минэкология и с Минспорт этот проект. У нас большая программа десятилетняя, мы сейчас будем ее утверждать, то есть у нас есть как бы желание. Там надо, но проблема, почему к этому не приходили, там надо найти адекватных людей сферы туризма и экскурсионного бизнеса, как это все наладить. На самом деле дает же еще толчок не только то, что там приносят деньги, да, или потому что там это адреналин. Это хорошие отзывы людей. То есть, когда люди говорят, что приятно, и понравилось, и недорого, мы держим все время 500 рублей стоимость, не поднимаем. Везде, в Сочи, за границей, это в разы дороже. У нас есть вот одна одинаковая сумма, мы никогда ее не поднимаем. Что бы ни дорожало, как бы там не росли зарплаты, у нас есть фиксированная сумма, тьфу-тьфу, пока вот мы за все годы. Ну и большой стимул, когда поддерживают какие-то там высокие чиновники. В том году я с Путиным встречался, то есть он поддержал нас проект, мы выиграли лучший спортивный проект страны стали. Встречались с президентом, он нас поддержал, то есть пообщались, но тоже приятно. То есть сразу есть желание развиваться. Ну, то есть есть спокойствие, что это кому-то надо, то есть. Поэтому это немаловажно. А когда нет поддержки, тогда и желания меньше нам надо. Не бояться, если что-то не получается, обращаться к тем уже, у кого получилось, потому что мы на самом деле открыты к людям и с удовольствием бы новых членов команды принимали. Потому что коллектив, надо развиваться, надо больше людей и мы только за, на самом деле. Просто, к сожалению, много крымчан такие инертные, тяжело верят в то, что может что-то получаться. Поэтому у нас уж точно двери открыты для всех.